Итак, пророческое слово, которое я получил. Я услышал такую фразу, это поколение было вскрыто. Я увидел скальпель, который разрезает опухшее такое место в теле, вздувшееся место. Разрезает скальпель и оттуда вываливается гной, какие-то язвы, и начинается чистка этого всего. И это слово, то, что сейчас все творится, это было поколение вскрыто. И когда оно было вскрыто, множество нарывов и опухоль было обнаружено, которые не были видны. Но когда внутри нарывы, язвы, тело болеет, хотя внешне этого не видно. Это гладкая кожа. Нам повезло, ну можно сказать, повезло, можно сказать в кавычках, повезло жить, когда в поколении, которое было вскрыто скальпелем Божьим, и наружу вывалились вот эти все нечисти. И когда оно вскрывается, все, что копилось в предыдущих поколениях, нарывало, росло, распространялось, как рак, как вот этот гной, заражение. Это сейчас нам повезло жить тогда, когда Бог вычищает это. И что мы видим сегодня? Мы видим кучу этого гноя, текущего, как реки в народах, в наших народах, в нашем поколении. Говоря наше поколение, я не имею в виду какую-то одну страну, я имею в виду наше. Вот все, что вы понимаете под словом наше, вот это было вскрыто, разрезано. Почему? Да потому что чаша молитв церкви за это поколение переполнилась, и Бог пришел. Мы много молились, не только мы, я имею в виду мы, церковь, экклесия. Бог освети, мы жаждем огня, излеет духа своего, пробуди. Но как можно пробудить то, что больное, гнилое, полумертвое? Это надо вскрыть. Когда-то я пришел, мое первое соприкосновение с Богом, осознанное, произошло, когда загноился мой палец, мизинчик. И я пришел в больницу, и доктор говорит, срочно вскрывать. Внешне, ну как, да, видно, что там все плохо, но я же не видел, что внутри. Он говорит, срочно, хух, скальпелем, и понеслась. И после этого Господь меня исцелил, было чудо. Ладно, не об этом речь. Это происходит, потому что мы об этом молились. Сейчас идет спасительная чистка. Не только, ну каких-то народов, наций, а и церкви. Потому что время начаться суду с Дома Божьего, поэтому где прежде всего вскрылась? В церкви. Откуда вся ненависть, откуда вся эта желчь, желание смерти, обиды, месть, ярость, вот эта вся злость? Это изнутри вываливается. Потому что Господь сказал, то, что выходит из человека, оскверняет его. И вот это сейчас выходит из нас. И вы заметили, как сейчас открываются глаза на очень многие вещи, которые мы просто не замечали, живя в спокойное время. Я не замечал. Я думал, я там как бы слышу, вижу что-то в духе. Не видел. Пока вот сейчас, год назад не началось, не видел. Теперь, когда, почему не видел? Да потому что закрыто было. Но когда сейчас вскрыто, и ты увидел, вау! Внешность чаши. Помните фарисеи? Это внутри исполнены мерзости. И это все выпало. И идет чистка. Рано или поздно пришлось бы вскрывать. Не могло быть, знаете, вот бы этого не было. Это бы было. Просто было бы еще дольше и хуже. Чем больше запущена болезнь, тем тяжелее ее лечить. К сожалению, наши физические доктора иногда вскрывают человека и закрывают. И говорят, мы тут беспомощны. Ничем не можем помочь. Но наш Господь не такой. Так вот, вскрытие покажет. Помните? Вскрытие показало. Вскрытие показало, сколько еще дерьма в нашем поколении. Сколько еще вот этого зла в нас. Страха, недоверия Богу, ненависти, непрощения. Я имею в виду христиан. А если, говорит, суд с Дома Божьего начнется, где нечестивый грешник тогда явится? Что с них, какой с них спрос? Если верующие желают друг другу зла. Спасительная чистка, поздравляю вас, домолились, допостились, допелись. Пели же, крести огнем, пусть твой огонь сойдет на землю. Пели, все пели в церквях, только под улюлюканье и не думая даже. Пока не началось. Но Бог всверен, если вы просите, дано будет вам. Просили, просили. Пели, пели. Получайте, наслаждайтесь или, не знаю, терпите. А что, когда вскрыли? Только терпеть. А все, а все. Закройте обратно. Как бы, чтобы мне этого не знать. Нет уже, все. Это путь в один конец. Господь, когда начал чистить, он вычистит. Я не знаю, сколько пройдет времени и как это все будет дальше, но я уверен, что без этой чистки никаких, ну, что бы мы ни вкладывали в слово пробуждение, возрождение, ренессанс, излияние, можно что угодно вкладывать, этого не будет. Наше поколение освещается сейчас. И уже можно видеть очищенных огнем. Уже их начинает быть слышно и видно вокруг. Говоришь с людьми и такое, ну, и кто за себя, кто за кого-то говорит, такой был служитель, смотрели на него и думали, ну, это просто уже, как бы, копия Иисуса практически. И вдруг из него валится какая-то такая информация, такие духи говорят. И они говорят, что же случилось? Я говорю, да ничего не случилось, это было в нем. Каждый искушается собственной похотью. Собственной. Нельзя свалить на кого-то. Я злой, потому что он, он или они. Это было в нас, и вот оно вышло. Это не повод этого стыдиться или засовывать обратно, или прятать. Есть, есть. Надо работать с этим. Надо вырезать, надо делать, надо вскрывать дальше. Раз, вскрыли, идем дальше, еще вскрыли, еще вскрыли. И вот это написано, да, мозга костей. Это самая глубина человеческого тела, да, вот в позвоночнике, внутри костей, вот это вот, костный мозг. Вот туда идет очищение. Вот такое вот слово. Наше поколение было вскрыто, и вскрытие показало проблемы, с которыми сейчас идет работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...